Чтобы минчане гордились своим городом, сегодня президент собрал всех ответственных за развитие столицы. В Дворце независимости обсудили строительство знаковых объектов, пополнение бюджета, благоустройство, здравоохранение, безопасность. Отдельно остановились на кадрах, которые решают все вопросы тем, кто хочет принести пользу стране и Минску, открыта дорога. Доклад мэра Минска отличало многообразие тем, которые, впрочем, объединяет стремление сделать столицу комфортнее и краше. И здесь нет места долгостроям и замороженным объектам. Президент потребовал найти развязки в этом вопросе. Из чего состоит столичная жизнь? Разбор от фундамента до крыши у Александра Злобина. Владимир Кухарев в кресле председателя два года, но это та должность, где год идет за два или даже за три. А потому вполне можно говорить об итогах пятилетки работы нынешнего мэра. Впрочем, это был не просто доклад о настоящем и будущем Минска. Для подробного разбора Александр Лукашенко позвал своего помощника, отвечающего за столицу, генерала Александра Барсукова, а также уполномоченных, председателя Совета Республики Наталью Качанову и министра внутренних дел Ивана Кубракова. Президент намеренно сформировал такой мощный управленческий кулак в центре страны, чтобы обеспечить его центра эффективное развитие. Главной темой стали знаковые инвестиционные проекты. Их в столице немало, но впечатление портят долгострои. Так, «Газпромовская высотка» на Востоке уже много лет не может преодолеть стадию чуть выше фундамента. Не может быть в центре Минска на главном проспекте за забором стоять непонятно что. Накануне встречи с президентом России я хотел бы знать, что там у нас происходит. Я уже ему напоминал как-то. Он тогда очень жестко отреагировал, но, видимо, «Газпром» это не услышал. Поэтому, если они не хотят на этой площадке работать, должен быть четкий ответ «да» или «нет». Второй – это, по-моему, иранский у нас на выезде из Минска. Но это вообще уже вопрос с бородой. И вот подобные проекты. На проспекте «Победители» у нас, правда, построено, аккуратно стоит. С китайцами строили там «Амкадор» или кто. С этим объектом что мы будем делать? Словом, надо принять решение. Но позволять вот такой разбой среди «Белодня» в центре города мы не можем. Вообще же это не новая тема. С комплексом «Газпром-центр» разбирались и предшественники Кухарева. И причем не один. И похоже, что президент, судя по категоричности поручений, начинает терять терпение. Время уговоров инвесторов давно прошло. Настало время жестких решений. А потому мэр, после уточняющих вопросов журналистов, все-таки произносит фразу о судебных разбирательствах. Сегодня мы внесли предложение по решению этих объектов. Это и объекты «Газпрома», и объект «Кейсон», который строит с иранскими инвесторами, которые поддержаны главой государства. И мы будем двигаться в этом направлении. Это будут различные подходы, которые на сегодняшний день мы в том числе будем решать и в судебном порядке, для того, чтобы инвестор более активно определился по дальнейшей судьбе объектов, или он их будет достраивать, или в соответствии с судебными решениями будут приниматься соответствующие решения. Сегодня же обсуждалась судьба еще одного мегапроекта – «Северный берег», куда арабские инвесторы готовы вложить 4 миллиарда долларов. По сути и в перспективе это целоумный город, который появится на севере столицы в границах МКАД, улицы Орловской, проспекта Победителей и Цнянского водохранилища. Площадь берега – 15 квадратных километров. Здесь будут строить не только жилье, школы и больницы. Среди будущих символов столицы значатся Центр международной торговли, Институт искусственного интеллекта, а также Национальный выставочный центр. При этом обещано, что в строительстве будут использованы самые современные технологии. Ведь в портфолио инвестора и самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших на планете торговых центров «Дубай-Молл». Вы понимаете, что если бы этот объект строился, то, наверное, у нас бы даже строительных мощностей в Минске не хватило для того, чтобы его строить. Там мы должны темпы форсировать. Нам очень выгодный объект. Там несколько миллиардов долларов вложений. 10 миллиардов рублей. Ну, тогда мы считали, что под 4 миллиарда долларов – это огромнейший проект. Это можно задействовать всех наших строителей аж на пятилетку. В словах президента имеет значение каждое слово, потому что журналисты спросили мэра, что значит формулировка «если бы объект строился». Неужели это тоже будет долгостроить? Ответ Владимира Кухарева – на северном берегу не будет замков из песка. Первый этап – это строительство международного выставочного центра. Ведутся работы, все необходимые документы Мингородсполкома, инвестору переданы. Конечно же, строительство северо-верного берега – это для города Минска очень серьезный инвестиционный проект, потому что, во-первых, это внедрение новых технологий в строительство, и, во-вторых, это строительство значимых зданий, которые будут международного масштаба. И в данный момент ведется постоянная работа с инвестором по реализации указанного проекта. И я думаю, что он будет успешно реализован. Сегодня же президент обратил внимание и на социальную сферу. Медицина, как отметил глава государства, чуть отстает от необходимых стандартов. Хотя с ковидом справились неплохо. Также жить в Минске должно быть не только комфортно, но и приятно. Здесь актуальны вопросы благоустройства, они также обсуждались, а также безопасно. Поэтому весьма кстати то, что уполномоченным по Минску президент назначил министра внутренних дел Кубракова. Владимир Кухарев же в своей миссии во главу угла ставит экономику, и здесь есть что доложить. За первые три месяца этого года доходы бюджета выросли на солидные 28%. И это несмотря на санкции. Еще одна тема – кадровый состав столичных управленцев. И в этом аспекте, с учетом уроков 2020 года, важен не только профессионализм. Давайте будем откровенны, что в кадровом отношении, патриотизме, надежности, горе с полком был не на первом месте. Что изменилось? Я предупреждал и вас, как уполномоченного по городу, вместе с министром внутренних дел и помощником. Ну, помощник – это вообще хлеб его. Кадры, кадры, кадры. Он инспектор по кадрам. Поэтому ошибок быть не должно. Я не толкаю вас к тому, чтобы мы, знаете, голову всем снимали тут, запихивали куда-то людей, обижали и так далее. Но если ты не готов и не должен работать в государственных органах власти, ты там быть не должен. Если ты хочешь стране и Минску принести пользу, милости просим. Выходит, что отвечающие за развитие столицы управленца должны не только уметь превращаться в кулак для решительных действий, но и быть сыгранным квартетом для решения сложных и комплексных задач. Александр Злобин, Сергей Янковский, ОНТ. Склонить голову и вспомнить тех, кто боролся за освобождение от немецко-фашистских захватчиков и отдал самое ценное за наше настоящее. В преддверии Дня Великой Победы белорусы несут цветы к местам воинской и боевой славы. О патриотическом марафоне, который откликнулся в сердце каждого, Никита Поликевич. В эти предпраздничные дни по традиции только и воспоминания о событиях, которые из памяти и истории. Страшные годы войны, потери и боль, и, конечно, подвиги, без которых наш народ не ощутил столь долгожданную победу. Сегодня насущные дела откладывают практически все. Представители министерств и ведомств, общественных организаций и все, кто чтит и помнит, несут цветы к обелискам. Кому, как ни Беларуси, было больнее других тогда, в 40-х годах? Сыновья, отцы и братья уходили на фронт. Многие так и не вернулись. Потому так важно сейчас сохранить то, что другие пытаются уничтожить. Некоторых история не учит. Чтобы понять, мы решили проанализировать современные польские учебники истории, в которых описывается история Второй мировой войны. И, честно говоря, даже волосы дыбом становятся от трактовки некоторых фактов. Так, в контексте периода начала Второй мировой войны, Советский Союз однозначно называется агрессором. Наряду с фашистской Германией. Затем, собственно говоря, ключевым сражением Великой Отечественной, Второй мировой войны, отводится крайне мало времени. Или крайне мало места в этих учебниках. Например, период освобождения Польши, я думаю, для нас это слово звучит естественно. Ведь в полях завислой сонной, как в песне Булата Акуджавы, осталось лежать более 600 тысяч советских солдат и офицеров. Это огромное число. И около полутора миллионов раненых. Столичное военное кладбище. Здесь солдаты, партизаны и местные жители, погибшие от зверст карателей. Их память почтили сотрудники Генеральной прокуратуры. Те, кто стоит на страже законности. И они-то знают, что происходит, когда перейти грань. Может дойти до страшного, до геноцида, которому не может быть оправдания. В этом месте погребены останки более полутысячи подпольщиков, солдат и офицеров Советской Армии, которые освобождали Минск. Останки 11 героев Советского Союза здесь, на этом месте находятся. Вот эта связь времен, связь поколений. Очень важно сейчас эту память хранить, передавать. И понимать, что тогда жили такие же люди, какие мы. Тогда они шли на смерть. Понимая, что идут на смерть, но они знали, что это дело для того, чтобы их потомки жили счастливо, без войны. Еще не закончилась война, а страну уже начинали восстанавливать. Это насколько народ верил в свою победу. И здесь белорусы показали свою сплоченность. Строили, созидали, поднимали из руин, но всегда с оглядкой на прошлое. Ведь народ, у которого были такие страшные страницы истории, мир ценят, как никто другой. Белорусы чтят и помнят тех, кто воевал с оружием в руках, защищая нашу страну. И не только нашу страну. Освобождал Советский Союз, освобождал Европу от коричневой чумы фашизма. Мы отдаем им дань памяти. Будем помнить свою историю, будет существовать наша страна. Особенно актуально это сегодня, когда развязана информационная война на всех фронтах. И политическом, и экономическом. В Масюковщине, где в годы войны находился крупнейший концлагерь, сегодня многолюдно. Приходят семьями, чтобы сказать спасибо за мир. Здесь, в братской могиле, более 80 тысяч солдат, офицеров. Тех, кто сражался до последнего патрона. У меня есть семьи много, кто служил. Прадедушка, дедушка, бабушка участвовала. Прадедушка был обычным партизаном, воевал, но взорвался на гранате. Остался жив. Важно не забывать о подвигах ветеранов, о том, как воевали все люди на этой планете против немецко-фашистских захватчиков. Такая связь поколений – главное, чтобы старшие передавали младшим те самые основы жизни, чтобы себя не потеряли. Беларусь вновь приходится бороться за стабильность и независимость, но уже на другом фронте – экономическом. За что? За то, что у нас есть свой взгляд, свой путь и свое мнение, как жить. Война на экономическом фронте не иначе. Сейчас уже открыто говорят о том, что главное – удушить экономику, изолировать государство и фактически уничтожить суверенитет и независимость. Будь и Россия, и Беларусь. Уже никто не говорит о том, что мы поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси. Мы, конечно же, должны учитывать это в своей работе. И, поверьте, мы будем принимать адекватные меры реагирования на эти санкции. И, исходя из того, что мы должны выжить в этой ситуации, мы должны сохранить наши суверенитеты и независимость. Я убежден, что мы справимся и с этими пакетами. Беларусские спасатели МЧС сегодня образовали целую колонну из раритетных и современных автомобилей. У подножья Кургана Славы в знак признательности и настоящего героизма спасатели заложили аллею в честь восьми пожарных, которые противостояли армии вермахта. Каждый беларус, не единожды побывав здесь, безусловно, вспоминает те героические события Великой Отечественной войны. Тот уровень горя и беды, который постиг наш белорусский народ по итогам Великой Отечественной войны, где погибли более трех миллионов жителей. Поэтому сегодня проведем это мероприятие, поздравим личный состав. Деревья под горье, что в Минской области, особенное место для медиков. В братской могиле те, кто спасая жизни, сгорали сами. Врачи, санитары, всего более двухсот человек. Долгие годы памятник был под патронажем республиканского клинического медцентра. Сегодня же назрела необходимость обновить площадку и сделать этот мемориал по-настоящему народным. Потому что за годы Отечественной войны погиб каждый третий белорус. А те единицы, кто возвращался домой, прежним его уже не застал. Разграбленная, сожженная, но не покоренная. Беларусь и сегодня демонстрирует единство. В моей семье тоже есть герои свои, которые сражались. Один дедушка у меня застрелен в тростинце. Поэтому вы понимаете, что такое для каждой белорусской семьи этот праздник. Это действительно праздник со слезами на глазах. Потому что мы не просто вспоминаем своих родных, мы чтим память. Мы продолжатели этой памяти. Мемориал Хатынь – символ национальной трагедии. Еще в 43-м немцы заживо сожгли здесь 150 человек. Дети, женщины, старики. Каратели не смотрели на возраст. Самому маленькому было всего 7 недель. Трагедия Хатыни по сей день откликается звоном колоколов. Вот уже 77 лет. Народ, который помнит свою историю, чтит ее, у этого народа есть будущее. Поэтому нам надо не забывать вот эту трагедию, самую страшную трагедию 20-го века, которая произошла. Подвиг нашего народа, который сломал хребет фашизму и, собственно, освободил не только свою страну, но и весь мир. Объяснить то, что происходило вот на этом самом месте, наверное, не может ни один человек. И волнение, тревога, ощущение такой значимости вот этого места, то, что вот передается, посещая такие места, невозможно заменить никакими прочтениями, никакими другими вариантами. Это действительно впитывается и должно впитываться с молоком матери. Это должно впитываться от общения с родной землей. И воспитание патриотизма, о котором мы сейчас действительно много говорим, оно должно начинаться с семьи. Митинг-реквием, военно-историческая реконструкция, выставка ретро-техники. В кону Дня Победы правоохранители со всех уголков Беларуси автопробегом прибудут в деревню Гаи. Высота Владимирова – место знаковое. Здесь, в июле 41-го, бойцы сводного батальона милиции 8 дней и ночей сдерживали врага на подступах к Могилёву. Из 250 солдат в живых остались лишь 19. Погиб и командир, тот самый капитан Константин Владимиров. Пока удалось восстановить около 40 имён павших героев, но могилёвские поисковики проводят экспедиции до сих пор в надежде вернуть из небытия каждого солдата. Нация, которая не знает истории, не знает будущего. Поэтому наша задача – показать молодому поколению, как сражались бойцы до последней винтовки, до последнего патрона, до последней капли крови. И эта реконструкция, и митинг-реквием завтра будет посвящён именно этому событию. Гостей ожидает большая программа. Кульминацией станет военно-историческая реконструкция последнего боя батальона милиции. Она в деревне Гаи будет уже завтра, 7 мая. Эстафету памяти подхватит и столица. Загляните в музей. Повод особенный. Для себя мы решили 8 мая, 9 мая. Открываются музеи на бесплатной основе для всех жителей, туристов, для всех, кто желает прийти и посмотреть, кто желает ещё раз дотронуться до великой истории, увидеть настоящий подвиг белорусского народа в той страшной войне. И вы знаете, я уверен, что тем самым мы в очередной раз людям расскажем правду об военном прошлом и о той великой роли белорусского народа, советского солдата в нашей победе и восстановлении нашей Беларуси. Акция «Беларусь помнит» объединила в эти дни миллионы белорусов, которые склоняют головы перед могилами и монументами тех, благодаря кому мы вот уже почти 80 лет живём в мире и согласии, имея возможность спокойно трудиться, учиться, расти детей, а ещё помнить, глядя на небо, благодаря кому оно такое мирное. Никита Поликевич, Илья Соболев, Алёна Красноносова, Александр Плескачёв, Ирина Недобоева. Наши новости ОНТ. Мы, белорусы, мирные люди. Мы никого не ждали на своей земле. Война лишила нас тех, кого мы любили. Война забрала у нас наши мечты. Война выжгла нашу землю. Но мы выстояли. Сквозь огонь и смерть мы вернули мир. Чтобы наши дети могли любить и быть любимыми. Чтобы наши дети могли стать теми, кем хотят стать. Чтобы мы были хозяевами на своей земле. Мы защитили наше будущее. Помните об этом. Украинский кризис не сходит с мировой повестки. Сложной остается ситуация на Мариупольском заводе Азовсталь. Пару часов назад завершился режим тишины, который в одностороннем порядке второй день подряд объявляли российские военные силы ДНР. Масс-медиа сообщает, что вышло две группы людей. В первые 12 человек, среди которых четверо детей. Во второй группе, по предварительной информации, 23 человека. Всех мирных граждан доставили автобусами в безыменная, в пункт временного размещения. В Киеве пока отказываются комментировать, что за каждые 15 освобожденных мирных жителей боевики потребовали тонну продуктов и медикаментов. Такие же методы использовали террористы в Сирии. Очередное заседание Совета безопасности ООН сегодня посвятили преступлениям украинской армии и националистических формирований. Оно прошло по формуле Арии. Это неформальный обмен мнениями между участниками диалога. Инициатор России. А встреча завершилась около часа назад, пока официальных заявлений нет. Но появилось сообщение, что сегодня в 10 вечера Совбез соберется на незапланированное заседание по Украине. Непростая обстановка во всем европейском регионе. На полигонах 19 стран проходят международные учения «Защитник Европы» с участием военных НАТО. За ситуацией следят в Генштабе Беларуси и заявили, что войска Альянса готовятся к ведению боевых действий на восточном направлении. Военно-политическая обстановка развивается в условиях борьбы России с коллективным Западом. И это противоборство переходит в новую стадию. По словам замначальника штаба, войска НАТО сконцентрированы у наших границ. На восточном фланге Альянса более 37 тысяч военных, из них почти 25 тысяч в Польше и в странах Балтии. По сути, в непосредственной близости у границ Российской Федерации нашего государства уже сегодня находятся войска силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении. Следуя своим военно-политическим доктринальным установкам и стратегиям в области обороны и безопасности, США продолжают реализацию своего курса, обеспечивающего военного превосходства на мировой арене, балансируя при этом на грани войны. Это, по сути, откровенное давление на страны под соусом мифа об угрозе с Востока, заявили в Генштабе. Также сегодняшние реалии, гонка вооружений и милитаризация стран Запада. В связи с непростой ситуацией в наших вооруженных силах проводится проверка сил реагирования, оценивается способность и готовность личного состава к оперативному реагированию на кризисные ситуации. При этом, как неоднократно подчеркивалось, сопредельным странам ничего не угрожает. Запоздалая, но все же реакция ООН и на одну из ключевых проблем для планеты. Генсек призвал вернуть удобрения и продукты из России и Беларуси на мировой рынок. Решение проблемы глобальной продовольственной безопасности невозможно без Минска, Москвы и Киева, заявил Антонио Гутерриш и пообещал приложить все усилия для реализации этой инициативы. Стоит отметить, что Беларусь с трибуны ООН не раз заявляла о катастрофических санкционных последствиях для мировой продовольственной безопасности. Но призывы Минска игнорировались. Правда, некоторые страны, активно подбивая других к санкциям, сами от ограничения отказываются. Так США вывели экспорт российских удобрений из-под санкций, мотивировали это вопросами национальной продовольственной безопасности. Влагодарность за высокий профессионализм. Более полусотни представителей различных сфер деятельности сегодня достойны государственных наград от имени президента Александра Лукашенко. Руководители различных уровней, депутаты и люди в погонах, юристы, политологи, журналисты, общественные деятели, словом, лучшие из лучших. Их труд высоко оценил глава государства. Каждый из награжденных преуспевает в своем деле, вносит значительный вклад в развитие белорусской государственности и активно участвует в общественно-политической жизни страны. Главу государства мне было поручено вручить государственные награды и благодарности президента сегодняшних людей, которые были в этом зале, объединяет, наверное, не побоюсь всех слов, это любовь к нашей Родине, патриотизм, готовность идти дальше, не считаясь ни своими силами, ни с временем. И я уверен, что вот с такими людьми, которые сегодня в зале, которые работают в различных регионах нашей страны, в городе Минске, нам любые задачи по плечу, поскольку, повторюсь, это профессионалы, это патриоты нашей страны, люди, на которых можно положиться в своей работе. Конечно, это и награда за мой личный труд, но мой личный труд, конечно, от рук моих коллег, тех людей, которые живут на Могилевщине, которые творят ее сегодняшнее и ее будущее. Очень важно, что мы сегодня это делаем в мирной стране и очень трогательно, что эта награда нашла меня в дни великой нашей победы. И в этой части есть тоже определенный символизм и надежда на то, что все-таки мы те, кто из победителей, и выйдем от любых невзгод и решим все проблемы. Во время церемонии награждения в Дворце Республики сегодня отметили, что последние полтора года в стране проводилась огромная работа по обновлению Конституции Беларуси. Процесс непростой, но нужный, поскольку думать о будущем – задача сегодняшнего дня. И в этом тоже есть вклад каждого из награжденных. Еще одним приятным сюрпризом для них в этот вечер стал большой праздничный концерт, посвященный Великой Победе на сцене мастера искусств. Из-за паводков обстановка в прибережных районах Гомельской области остается напряженной. До массовой эвакуации пока не дошло, но спасатели продолжают круглосуточно дежурить на самых проблемных участках. На Соже, вблизи Гомеля и Ипути, возле Добрыша, уровни по-прежнему на опасно высоких отметках. Большая вода занимает подворья и огороды, участки дорог и жилые дома. Продолжают прирастать Днепр в районе Лоева, Березина у Светлогорска и Припять в Наравлянском районе. Суточные подъемы до 16 сантиметров. Глубина подтоплений в некоторых местах больше метра. Ну только помощи просил, чтобы мешочки, потому что течет, вы видели, да, водопад такой. Оно моет, само у меня течение по двору. Мебель поднимаем. На подставке. А что делать, ничего не делать. Сижу, сижу, сдусь, когда вода прибудет больше. Это первый раз такое, честно, у нас, да. Говорят, в 70-х годах только такое наводнение было. Здесь вот этих улиц даже не было. Ну, вот Якуба Колоса, вот это, я здесь уже живем 37 лет, но такого не было. Подходило вот сюда, до дороги, ну, чтоб такого. Обильные подтопления – это последствия проливных дождей, которые были в регионе весь апрель. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни вновь возможны дожди и грозы. Как это повлияет на уровень воды, говорить рано. Спасатели продолжают нести службу в усиленном режиме. Угрозы подтопления подворья и даже отдельных участков автомобильных дорог сохраняются. О другой стихии, которая бушует по вине человека. Более полутора тысяч возгораний в природных экосистемах произошло с начала года на Брещене. Большой пожар в деревне Рогозно – один из самых жутких и показательных примеров, который едва не привел к горению целой деревни. В схватку со стихией, не дожидаясь приезда спасателей, вступили жители. Станет ли это уроком, выясняла София Бережная. 28 апреля Василий Полищук будет вспоминать долго. В середине дня в Рогозно вспыхнули хоз постройки. Мужчина в это время трудился недалеко, в поле. Огонь распространялся с неимоверной скоростью, а сильный ветер только помог разгуляться стихией. Василий Полищук с друзьями боролись с огнем с первых минут. Приехали на своих тракторах, перепахали землю. Препятствие на дороге не позволило пламени распространиться дальше. Местные таких случаев не припомнят. Одна из основных версий происшествия – пал травы. Пока идет расследование, жители Рогозно делятся своими предположениями, кто бы это мог быть. Дашник какой-то. Я думаю, что так. Все думают, что он. А ну кто там еще? Там больше никого не было. Эти дома все пустые, там никто не живет. По следам Большого ЧП сегодня в деревне сотрудники МЧС и Добровольного пожарного общества. Пока воспоминания яркие и возможные последствия еще обсуждаются каждый день, время для серьезного разговора. Все ли знают правила разведения костров на дворовой территории? 10 метров от построек, чтобы вода с собой была и все. Ну и чтобы бурьян не был по колено. Несмотря на широкую пропаганду о недопустимости пала, сухой растительности, жители, граждане данные требования игнорируют. Ну, в связи с чем, получается, трагические последствия. Хорошо, что есть, вот как, допустим, на данном примере, в деревне рогозные, неравнодушные, активные граждане. Как безопасно разжигать костер на участке, знает и Сергей Осовец. К приходу рейдовой группы мужчина как раз собирался избавиться от сухой растительности. Чужих ошибок повторять не хочет. Взял вокруг костра, обкопал немножко. Ведро с водой поставил. Все поджигать. А погода какая должна быть? Ну, безветренная, то есть само собой разумеется. Место для костра должно быть подготовлено, очищено от сухой растительности, горючих веществ и материалов. Разводить костры следует в безветренную погоду, под постоянным контролем и на безопасном расстоянии от зданий, строений, сооружений. Так, чтобы искра и пламя не попадали на горючие их элементы. С начала года в Брестской области произошло более 1600 возгораний в природных экосистемах. Площадь повреждений свыше 400 гектаров. Добровольцы, которые способны встать на пути огня и спасти других, а также сберечь имущество, не всегда окажутся в нужном месте в нужное время. А до приезда спасателей, особенно при сильном ветре, всего за несколько минут огонь способен уничтожить большие территории. С приходом тепла МЧС увеличит количество профилактических рейдов. София Бережная, Кирилл Липовик, Наши новости, Брест. Экстраординарные случаи во главе угла безопасность пациентов. Министерство здравоохранения приостановило лицензии двух медицинских центров. Решение принято на заседании Ведомственного лечебно-контрольного совета. В ходе проверки комиссия выявила грубые нарушения законодательства в клинике А1 и ЛАДЭ. Ситуацию прокомментировали в Минздраве. Основное требование – медпомощь должна оказываться в безопасных условиях, как для пациентов, так и для персонала. При несоблюдении правил профильное ведомство имеет право приостанавливать или лишать лицензии клиники. Это касается и аккредитации госучреждений здравоохранения. Нарушение в ходе оказания протоколов, оказания лечения, несоблюдения протоколов. В ходе оказания неотложной помощи. Это, кстати, характерно для компании ЛАДЭ, в том числе то, что мы выявили. Работа на оборудование, которое не зарегистрировано, или работа на оборудование, которое не проходит те регламенты работ, которые требуют для безопасного оказания медицинской помощи. Ну и целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологического режима, которые могут повлечь с собой серьезные осложнения или угрозы жизни. Ну, в частности, то, что было в ЛАДЭ на хранение иммунобиологических препаратов, если ты проводишь прививочную кампанию. Медцентрам дали время на устранение нарушений до шести месяцев. После решения вопросов, компании, чтобы продолжить работу, должны обратиться с заявкой в Минздрав. Повторная комиссия даст оценку и примет окончательное решение. Шесть лет администратору экстремистского канала в Телеграм. В Гродно суд вынес приговор гражданке России Софии Сапеги. Дело рассматривали в закрытом режиме. На вынесение приговора, кроме журналистов, пришли родственники, обвиняемый и представитель консульства Софию Сапегу, которая модерировала Телеграм-канал, где опубликовали личные данные силовиков, политиков, журналистов, признали виновной сразу по нескольким уголовным статьям. Среди них разжигание социальной вражды и розни, повлекшие тяжкие последствия. Также она признана виновной в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. Также Сапеге нужно будет выплатить и моральную компенсацию людям, чьи данные она распространила в интернете. Это более 165 тысяч рублей. Приговор суда еще может быть обжалован и опротестован. В год исторической памяти в нашем эфире о войне из первых уст. Это и те, кто пережил Великую Отечественную, и потомки фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла и узников нацистских концлагерей. Совместный проект ОНТ, Министерства информации, Минтруда и соцзащиты связывает поколение. Будущее невозможно создать только из настоящего, поэтому так важно услышать друг друга. 5 мая Мария Копыток из деревни Ганцвича Борисовского района встретила свою 92-ю весну. Летом 43-го ее с родными угнали в Германию. Семья оказалась в одном из лагерей спутников печально известного Дахау. Александр Матяс. Слушать старших. Деревни все ходили с такими, полили какое-что. И все хаты наши, грация огнем, все хапочки попали в нас. И мы в болото пошли. Последняя уже блокада была. И нас немцы выгнали с болота. Гнали нас аж на Борисова. Посадили в вагон вот такие, что возили они кони и корову. А сколько вас угнали в Германию? Сколько? А нас угнали. Папа, мама, сестра, брат и я. У пятых мы были. А двое похоронили мы. Похоронили в войну по ноли. Мария Юрьевна, Освенцим, Бухенвальд, Тростенец, эти названия многие знают. Вы были в каком концлагере? Мы были в концлагере Шнальберг. Что вам доверяли в лагере делать? В Фельдберад ходила картошечку. Нас кормили, гнилой картошечкой. А сами выбирали немцы здоровую. И как бы листья, как не было. Забьез сразу. Били на жадок. День освобождения. Каким он был? Нас освобождали и французы, и американцы. И где тут русские? Тогда они были союзниками Советского Союза. Да. И они нас, и шоколадом, и хлебом нам дали. Приехали домой на голое петелье. И все. День победы. Почему мы должны о нем помнить? Детки берали родину свою. Желаю всем очень здоровья. Никак больной не было. Мария Юрьевна, с Днем Победы. Спасибо вам огромное. Вам тоже спасибо, что вы приехали. Завтра, 7 мая, погодные условия будут определять атмосферный фронт. Его прохождение через Беларусь станет сопровождаться возникновением кучево-дождевых облаков, несущих кратковременные осадки. В субботу облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем возможны грозы. Влажность до 70%. Ночью утром слабый туман, видимость до километра. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление будет слабо падать. Утром от плюс 9 градусов по восточной половине до 11 по юго-западу страны. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям немного холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках. От 16 по Витебской области до 19 по обрезкой. К вечеру от 13 в центральных районах до 17 градусов юго-западных. В воскресенье Беларусь окажется под влиянием очередных атмосферных фронтов с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Почти повсеместно кратковременные дожди. Днем большая вероятность гроз. Ветер северо-западный, умеренный. Днем порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5-10. Днем от 12 по северу до 22 по югу. На День Победы ожидается прохладная погода. Днем без осадков. Ветер северный. В середине дня плюс 10-16, но к вечеру на 3-5 градусов прохладнее. Одеваемся теплее. Погодное дежавю или, наконец, теплый праздник. Изменится ли обычно прохладный характер погоды на 9 мая? Багровые реки. Природный триллер в Подмосковье. Наши метеогрядки. Улучшаем состав почвы в огороде и в саду с помощью седратов. И, конечно, самые зрелищные природные катаклизмы и самый актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю. Еще много интересного в программе «Метеогид» в субботу в 20.45. У меня на этом все. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только. Продолжение следует...